Она у нас требует определенных навыков, определенных действий, которые мы с вами сегодня будем разбирать и в конце нашего урока мы получим с вами все задания. Задание номер 3. Оно очень классное, очень великолепное, просто суперское задание. Самому нравится просто, что выдумали. Так, ну что, возражения это самая глубокая вещь, которую нужно знать, потому что она встречается и тогда, когда мы просто-напросто переписываемся в одноклассниках и возражения встречаются уже при личных встречах. Когда мы с человеком начинаем общаться по скайпу, когда мы начинаем с человеком разговаривать на улице при личных контактах или даже разговаривать со своими знакомыми, родственниками и со своей семьей. И здесь же нам нужно будет с вами определиться некоторые концепции, которые вам просто-напросто будут необходимы для того, чтобы это все воспринимать хорошо и на каждое возражение знать, что человеку ответить, чтобы не опуститься в грязь, как говорится, в грязь лицом. Вот. И поэтому нами было придумано, да, вот такое вот занятие о возражении. Смотрите, когда вы, когда вы начинаете общаться со своими близкими, родственниками, друзьями, знакомыми, может быть, коллегами по работе, да, которые знают, что вы начали свой бизнес в интернете, которые знают, что вы что-то делаете, да, они могут вам что? Что говорить? Ну, что у вас не получится, да, что это может быть не твое, да, что у меня баба Валя там начинала в этом сетевом маркетинге, да, и у нее ничего не получилось. И здесь, знаете, здесь только нужно поступать правильными действиями, правильными мнениями. Почему? Потому что на самом деле этих людей вы, скорее всего, не переубедите на начальном этапе своего бизнеса, да, и если даже переубедите, знаете, это пройдет очень много времени, и вы потратите очень много сил, которые можете вложить совсем другое направление. Поэтому мы одеваем с вами бронежилет сегодня, вот займемся этим, да, и мы с вами должны знать, что нужно делать в этой ситуации. Во-первых, с человеком не нужно спорить. Не надо, да, 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 я с вами полностью согласен, может быть, покивать ему головой, все с ним соглашаться, все делать правильно. Правильно не спорить, не доказывать свою точку зрения обязательно. То есть здесь не нужно выплескивать свою энергию на данное время. нужно просто-напросто человеку сказать, все отлично, все отлично, друг Алексей, я понимаю тебя, что ты за меня беспокоишься, я понимаю, что, может быть, у меня не получится, да, я понимаю, что я не знаю в этом бизнесе все тонкости, все нюансы, но, извини меня, у меня своя дорога, у тебя своя дорога. И здесь я хочу просто-напросто попробовать и определиться. Я вижу в этом смысл, я вижу, куда мне нужно идти, и здесь я выбираю свой путь. Вот, если ты, конечно, со мной не пойдешь, то я пойду один, здесь ничего в этом нет. И смотрите, какая ситуация, да, что многие, многие, многие будут говорить вам, да, там не то, да, там не это. Вы соглашаетесь. И смотрите, да, когда человек дает вам какой-то либо совет, да, ну вот ваш, допустим, знакомый, ваш какой-то знакомый дает вам совет, он дает совет, как жить его жизнью. То есть он живет в какой-то сфере своей, да, ну, допустим, он преподаватель, ну, в школе, да, и говорит, я тебе советую там сделать так-то, так-то, да, не идти ни в какой сетевой маркетинг, нужно делать такие-то действия. То есть он вам дает свой смысл жизни и дает вам наставление, чтобы вы пришли именно в ту сферу деятельности, в которой он сейчас находится. То есть чтобы вы были как и он. Когда вам человек дает совет какой-либо, да, вы на него посмотрите, посмотрите, чем он живет, чем он дышит, чем он интересуется, да, как он живет, да, может быть он снимает квартиру, может быть он считает копейки, да, стоя за молоком. Или этот человек наоборот, или этот человек наоборот, очень богатый, да, у него есть деньги, у него есть независимость, он ездит путешествовать. С каким человеком, от какого человека вы примете совет? От того, который потрачит с 5 часов, ой, с 6 часов, с 8 часов утра до 5 часов вечера, или с того человека, который распоряжается своими деньгами? Какой вариант вам подходит? Первый или второй? Напишите в чате. Я думаю, у нас бур, у нас те люди, которые умеют писать в чате, да, и это не нужно объяснять, как это делать. Второй вариант. Да, все правильно. То есть мы именно интересуемся теми людьми, которые на самом деле идут в ногу со временем и развиваются. 22. Важно, сколько двоечек. Вот. Что еще по этому поводу? Здесь сфера деятельности, вы, конечно же, можете его выслушать, да, но слушать ли его, воспринимать к себе, это, конечно же, решать уже вам. Но он дает советы, как жить его жизнью. Как жить его жизнью, как зарабатывать, даже зарабатывать те деньги, которые зарабатывает он. Да, да. Вот. Едем дальше. Смотрите, если у вас, вам человек, знакомый, родственник, даже в семье, да, там, может быть, у кого-то старшие, взрослые есть дети, у кого-то есть мужья, да, кто в таком возрасте молодой, да, у него есть родители, которые все знают, что мы пришли работать в интернет-проект, мы занимаем, делаем что-то в компьютере, да, у нас, то есть, сфера деятельности совсем поменялась, то мы ходили на работу, да, что-то бегали, а здесь мы засели за компьютером, мы начинаем с вами делать, узнавать, да, все, что-то записывать, конспектировать, и здесь у людей начинает вопрос. Да это же не работает. Да как ты можешь сидеть в интернете, это лохотрон, это все такое прочее. И знаете, самое ненужное с этими людьми спорить, вы просто-напросто задайте им вопрос, задайте вопрос, спросите, как он, что он думает, как зарабатывают деньги в интернете, по его мнению, что, почему, почему он считает, что это лохотрон. И пусть он вам выскажет свою точку зрения, на которую, как знаете, как правило, это просто-напросто смех. Смех и грех, когда люди начинают высказывать такие выражения, да, что начинают собирать глупости со всего-со всего края. Часто говорят, на тебе наживаются. Ну, я не знаю, когда вам такое говорят, если мне вот, допустим, люди говорят в интернете, да, что я им пишу предложение, да, они мне говорят, вы хотите на мне нажить. Я им просто-напросто объясняю это тем, что, дорогой мой человек, я, да, незнакомый, я вас зову зарабатывать деньги. У нас по проекту сделать всего лишь заказ нужно на 20 баллов, и то, там, разместить его в первые три месяца, да, для того, чтобы остаться в проекте. И, знаете, ваши тысяча рублей на мою зарплату никак не повлияют, то есть это капля в море для того, чтобы я получил зарплату. А здесь на самом деле потрачим мы на вас, потому что мне нужно вас научить, мне нужно вам рассказать все, да, мне по условию проекта, да, мы там построение структуры вашей заняться, вам приглашать нужно людей. И здесь вопрос, кто на ком хочет нажиться. Или вы, который пришел только сейчас, да, или я, который ничего сейчас с вас не получает. Вот так вот мы просто-напросто рассказываем. Вот. И когда у вас родственники, родные, да, именно спрашивают, что и как, вы просто-напросто задавайте вопрос. Это с близкими людьми. Здорово, очень классно, что Марину поддерживают родственники. Это очень хорошо. Это очень классно. Это когда идет вместе семья, у вас нету растрачивания энергии на убеждение, да, или отстаивание своей точки зрения именно на своих родственников, которые близко, которые живут с вами в одном доме. Вот. Едем с вами дальше. То есть здесь понятно, да, когда у вас что-то, кто-то начинает говорить вам, что это не то, вы просто-напросто задайте вопрос, как он думает, что это за бизнес, откуда здесь бывает. Еще такой момент, да, именно про менталитет, наш российский менталитет, который сложен, да, многими годами, многими пирамидами, которые у нас здесь были, да, и еще до сих пор появляются пирамиды с каким-то непонятным, даже без продукта. Ты там положишь 300 рублей, еще пригласи 300, получишь 100, да. Вот. И здесь вот этот менталитет у нас сложился со временем, то, что интернет лохотрон, сетевой маркетинг там лохотрон, все вы потеряете, ничего не получите. А вот, допустим, в западных странах, да, ММН, в западных странах там сложено уже совсем по-другому. Ну, во-первых, потому что они уже, у них очень долго интернет-пространство, очень долгое время, да, и там они знают, что в интернете, в интернете можно вообще зарабатывать деньги, что там есть деньги, что они оттуда могут получить эти деньги, и тем самым там у них совсем другое. То есть не лохотрон, а у них это мое, либо не мое. То есть здесь вот такие вот на два лагеря. И наша с вами задача, да, может быть, мы с вами это сделаем, что поменять менталитет у нашей России, то, что мы разграничим это не лохотроном там и всему такому подобному, да, а именно, что это мое или не мое. Потому что, как вы сами понимаете, не каждый, не каждый человек будет работать здесь, да, и не каждый будет зарабатывать здесь деньги. Почему? Потому что, ну, кому-то нужно наших детей обучать, да, кому-то нужно и улицы мести, да, кому-то нужно и троллейбусом, транспортным, и такси управлять. То есть это должны быть определенные люди. И здесь, как правило, не будет столько всех людей. Здесь должны у нас разделиться именно на мое, либо это не мое. Едем с вами, вот. И от этого нужно... Смотрите, здесь есть такое, да, когда мы человеку, когда мы человеку даем направление на бизнес в интернете, да, он начинает что делать? Даже вот на своем примере, когда мы пришли в этот бизнес, знаете, очень много отзывов было положительных, да, и очень много отзывов было негативных. И позитивные и негативные, они всегда есть в каждом разговоре, в каждом обстановке, но факт в том, что, что вы хотите с этого поиметь, что вы хотите, во-первых, найти. Если хотите негатив найти, человек обязательно найдет негатив, да, и негатив, как всегда, он прав. Если хочет находить позитив, то он находит позитив. Но единственное только то, что слова против, то есть негатив, он всегда, знаете, какими-то доводами, домысленными, то есть никакого подтверждения этим фактам совсем нет. Но когда мы рассматриваем систему совсем с другой стороны, да, то мы с вами видим, что у нас есть убеждение то, что продукт работает, да, у нас есть доказательства там с лабораторией, да, у нас доказательства есть с исследованием, там сертификаты на продукт. У нас есть доказательства то, что бизнес работает, то, что здесь получают деньги, то, что здесь зарабатывают деньги, то, что в этом бизнесе есть деньги и в этом бизнесе люди получают эти деньги. У нас есть также и доказательства, и чеки, и банкеты, и видеозаписи, да, с тем, что люди на самом деле в этом бизнесе есть деньги. Но, как правило, человек, знаете, вот если взять, вот, человек попал в общество, в котором два человека говорят о негативе, а 18 говорят о позитиве, да, то этот человек, он новичок в нашей системе, очень хрупкая личность, да, и он переметнется именно к негативщикам. Поэтому нужно человека, когда вы с ним общаетесь, когда вы с ним разговариваете, нужно просто-напросто не доказывать от себя, да, а нужно человека подтолкнуть на то, чтобы он посмотрел что-то, да. Для этого мы там создаем блоги, да, для этого мы создаем ютуб-каналы, да, для того, чтобы человек зашел, и он увидел позитивное составляющее, и увидел то, что здесь на самом деле есть доводы, есть факты, есть факты, подтверждающие то, о чем мы с вами говорим, о чем мы с вами толкуем. Вот, то есть факты должны быть налицо. И когда мы с вами, когда мы с вами идем к большим деньгам, да, все хотят такой чек получить, правда же, да, все хотят такой чек получить, миллион долларов, быть бриллиантовым президентом, ездить на мерседесе от компании Эрифлейм, да, путешествовать везде же так же, да. И смотрите, для того, чтобы прийти к этим большим деньгам, чтобы прийти к деньгам, да, много раз на этом даже себя ловил этот момент, когда ты, знаете, желаешь что-то, прям желаешь, ты об этом думаешь, 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 и на самом деле, может быть, это не произойдет. Но когда ты об этом подумал, ты заложил себе в голову, что я хочу доход в 100 тысяч долларов, да, я хочу доход в миллион долларов, я хочу там доход изначально там в 100 тысяч рублей, ну, для начала, да, я это положил себе на подсознание. Я написал это на листочке, и я от этого отхожу. Куда я от этого отхожу? Я отхожу это на работу. Просто-напросто начинать сразу пахать, пахать и делать. Не нужно сидеть и мечтать о том, что, о, сейчас вот я как начну-начну получать деньги, да. А здесь нужно просто-напросто, если вы убираете эти все чеки на задний план, то есть себе под корочку записали, и начинаете просто-напросто пахать, пахать и пахать. Каждый день это именно идет, это именно и есть секрет в больших деньгах. Даже сами можете, когда вы думаете о чем-то, да, когда вы о чем-то мыслите все время, все время, все время, да, это может быть не получится. Ну когда же я дойду до дохода? Ну что же, ну когда же у меня будет хотя бы это? И многие над этим, знаете, многие новички у нас об этом сталкиваются. И здесь, знаете, какой нюанс? Когда человек видит, что мы его зовем там на 6 тысяч долларов, да, там на 3 тысячи долларов, на тысячу долларов, он видит эти чеки, он приходит в этот бизнес, начинает работать, и 2-3 месяца, и он получает всего лишь, выйдя на 6%, всего лишь доход 700 рублей. И понимаете, разочарование человека совсем сильно, и он говорит, да что это, это вообще не то. И здесь мы должны с вами людям объяснять сразу. То есть ты ушел от этих денег, да, и начал просто-напросто пахать, пахать, пахать. И это у тебя увеличивается, и будут, конечно же, большие создания. Это именно возражение о том, что уже с вашими ключевыми консультантами происходит, когда они начинают посередине своего пути, может быть, опускать руки, убирать. То есть нужно просто-напросто делать одни или те же простые действия для того, чтобы все получилось. И, как правило, как правило, есть самые, знаете, самые большие, самые большие, нерешенные такие вот возражения, которые вот сегодня я выбрал. Это у меня нет времени, у меня дети встречались с такими, да, может быть, кто-то у такого. Мой муж против, да, может быть, есть здесь люди, даже у которых муж против. И мне надо зарабатывать здесь и сейчас. То есть я хочу деньги прямо сегодня, прямо сейчас, прямо здесь, у всех. Вот. И мы с вами вот сейчас немножечко пройдемся, да, начнем. Мне надо зарабатывать деньги сейчас. Это реальная, да, такая вот, что мы предлагаем бизнес именно долгосрочное, то есть мы ему предлагаем построение этого бизнеса, начать с нуля, мы никому не обещаем сразу же акват, и мы начинаем. У меня нет денег, да, нет времени и денег, значит, этот человек что-то сделал в предыдущий момент для того, чтобы у него получился такой замкнутый круг сейчас. Он что-то сделал тогда, да, может быть, месяц назад, может быть, год назад, может быть, пять лет назад, сделал то, чтобы сейчас оказаться в данный момент вот в таком круговороте, в таком безвыходном ситуации, что у него нету ни денег, у него нету ни времени. То есть он загнал себя в какое-то кольцо, из которого выбраться ему нелегко. Почему нелегко? Потому что за то, чтобы выбраться, нужно за это заплатить. Я не говорю, что финансово заплатить, а именно начать что-то делать, начать что-то действовать. Зарабатывать сейчас? Ну ты загляни в свое будущее. Что ты? Вот ты сейчас зарабатываешь деньги. Да, я согласен. Ты сейчас работаешь. И у тебя очень много времени уходит на работу. Но у тебя нету времени на личную жизнь, у тебя нету времени на свою семью. И у тебя, в конце концов, опять же, нету денег, потому что деньги, опять же, расходятся. Что будет с тобой через полгода? Что будет задавать, можно, такие вопросы, да, что будет с тобой через год? Ты думал об этом? Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что через год, через три, через пять лет у этих людей то же самое будет. Они никак не выйдут с этого замкнутого круга, у них опять же не будет времени, у них опять же не будет денег. И они будут в этом замкнутом круге. Для того, чтобы наше завтра изменилось, нам нужно что-то сделать уже сегодня. Если есть у вас кусочек времени, вы знаете, в интернете очень классная вещь, вот это вот социальные сети. То есть там четко видно, у кого есть время, а у кого на самом деле нет. Да, даже по своим знакомым. Я знаю, у меня некоторые знакомые, да, там заскочил в интернет, выскочил, все, его там нету. У него нету там, ну, он фотки там выкладывает, да, когда что-то по путешествиям. Он там что-то там выложил по-быстрому и убежал. А есть знакомые, которые говорят, у меня времени нет, у меня нет времени заниматься этим. Но при этом у них есть время выращивать свинью на грядках, там, да, вот есть в ВКонтакте такая игра. У них есть время кота найти, у них на это есть время. А на то, чтобы сделать сейчас, у них нету. У них нету этого времени. И для того, чтобы изменить свое завтра, нужно сделать что-то сегодня. Нужно сделать что-то сегодня. Если есть, у вас 5-10, полчаса времени, то нужно вложить это время в пользу. Есть пример такой, штаны без пуговицы. Знаете, идет человек, у него штаны, пуговица оторвалась, да, и он держит штаны двумя руками. Держит двумя руками, и когда спрашиваешь, да, почему ты держишь руками, он говорит, у меня нет пуговицы, если я отущу, они упадут. Вот, то есть, этот человек в замкнутом круге, если он держит руками, да, он ничего не может делать. Но когда он отпустит, у него штаны упадут. Здесь и есть вот этот маленький дискомфорт, маленькая плата за то, что нужно сделать. Ты просто-напросто отпускаешь руки на одну, на две секунды, на 5 минут, да, на несколько минут, но ты при этом пришиваешь пуговицу и ходишь потом оставшееся все время в нормальных штанах и не держа за пуговицу. Вот, что значит именно выйти с замкнутого круга. И здесь нужно именно выбирать свой путь, потому что время все время идет, время течет неискроменно. И нужно что-то решать, решать здесь и сейчас, здесь и сейчас. Это все печатается, это все можно печатать людям, вот такие вот примеры. Ну, пришли мы, наверное, к самому классному варианту, да, что, наверное, мой муж против, это у, наверное, 50%, да. Но могу сказать вам, мой муж против, это какая-то, знаете, ну, с одной стороны, что-то несуразное. Чему он против? Он против тому, чтобы ваша семья, вашей семье увеличился бюджет, ваш муж против того, чтобы вы нашли свое дело и чтобы развивались. Ваш муж против для того, чтобы, против путешествия. И, знаете, здесь совсем чуть-чуть другие, да. Муж против, чтобы у вас вырос уровень дохода, уровень жизни вашей. Ну, это как-то неправильно. Муж не всегда можно удержать морщом, да. Некоторые говорят, что я, вот, я домохозяйка, меня муж содержит. Не верит, пусть посмотрит видео, пусть посмотрит вебинар, пусть посмотрит на тех людей, которые зарабатывают. У нас как минимум 7 организаторов в проекте, да. И у каждого, у каждого как минимум 45 тысяч рублей зарплата. Здесь все у нас директора и выше. То есть здесь вот люди, те, которые на самом деле ведут вебинар, на самом деле те, которые уже с деньгами, которые прочувствовали. Не верит, что можно купить трехкомнатную квартиру в городе Барнауле, за два года работая в сетевом маркетинге, бизнесе с компанией Арифлейн, пусть позвонит мне по скайпу и ему покажу свидетельства на квартиру, которую мы вот получили буквально в августе, купили. Это все. Муж, то есть про, вернемся борщом, да. Смотрите, какое здесь дело. То есть ваш муж говорит, что ты домохозяйка, ты сиди, я денежки буду зарабатывать. Но здесь есть некоторые нюансы. Когда он приходит, он, конечно же, любит, что у него все накрыто на столе, да. Все чисто, дети чистые, бегают, обучаются, вы ими занимаетесь, вы это все делаете. Все делаете по дому, да. Он пришел, вы ему все раз, раз, два, три, убрали, все нормально, да. Но, но иногда, даже не иногда, у мужчин такое, да, что когда приходишь с работы, да, нужно пообщаться, поразговаривать, обсудить что-то. А вы все время в готовке. Вы ничему не учитесь, вы ничто не, вы никак не развиваетесь, вы ничего не изучаете, да. И в конце концов приходит то время, когда муж и жена, они не могут найти общий язык, просто-напросто поговорить не о чем. Понимаете, и здесь нужно брать просто-напросто руки в свою инициативу и начинать изучать, начинать развиваться самой, да, и постепенно ваш муж придет. И я вам могу сказать, да, не тратьте свою энергию на своего мужа, когда вы придете на результат, у многих успешных женщин в нашем бизнесе такое есть, тогда уже подтягивается ваша вторая половинка. Потому что они уже видят в этом деньги, да, они видят в этом суть, они видят не то, что вы просто-напросто убиваете свое личное время, да, когда он пришел с работы, вы убиваете свое личное время, он будет приходить с работы и говорить, давай, что тебе помочь, где, где, что мне рассказать и где тебе подсказать. Это будет. Будет, но чуть-чуть попозже. Сейчас нужно просто-напросто вам выйти на свой уровень, свой доход, да, показать то, что в этом бизнесе на самом деле есть деньги и что у вас, именно у вас это получается и что вы это сможете делать. И иногда, что ваша инициатива может активизировать вашу половину. Вот. Здесь, знаете, когда какой-то тупичок, когда что-то не получается на работе, и здесь, может быть, идет обратное, что ваш муж поддержит вас и он придет в этот бизнес и будет работать именно с вами. Вот, видите, у многих мужчин подсказывают в интернете. Хотя бы для малого. Да, могу сказать, знаете, в этот бизнес, в этот бизнес вначале, как бы, зарегистрировалась на продукт у меня супруга, да, но по строению бизнеса пришел сюда я. И знаете, почему? Она, ну, не знаю, может быть, хитра, может быть, что-то. Когда я приходил домой, мы, может быть, не всегда смотрели телевизор. Раньше не было YouTube-каналов, раньше были там диски, да, она говорит, о, мне диск дали, посмотри, давай посмотрим. Включаем, там полежает, да, говорит, рассказывает о деньгах, о бизнесе, там, раз там, Анна Ахумьян, тоже президент компании Reflame, тоже рассказывает о бизнесе, о деньгах, там. Поехали на BMW съезде, большую мотивационную встречу, там, я как водитель сопровождающий, я раз туда зашел, посмотрел, там тоже опять чеки, деньги, да, все это рассказывает о бизнесе. И понимаете, когда все время капает, 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 да, то, как говорит, вода везде, да, накапает, пробьет себе путь. И здесь то же самое, когда-то, в конце концов, ваши вторые половинки дозреют, и они поймут, что на самом деле, да, здесь нужно не подключиться к вам, но это нужно просто-напросто верить. О, вот, камень точек, точно, вода камень точек, спасибо вам. Вот, и здесь нужно просто-напросто подождать, да, но при этом не просто ждать сидеть, а нужно что-то действовать, нужно что-то делать. Включайте вебинар подробнее, скажите, мне телевизор твой мешает, давай вебинар вот послушаем. Пусть он, может быть, там, кроссвордик разгадывает, да, но он, там, третьим глазом и четвертым ухом будет прослушивать ту информацию, которая идет по вебинару. Я вам точно говорю. Вот, ну, нужно что-то просто-напросто делать и говорить, пойдем, давай мне поможешь здесь, да, привлекайте своих мужчин к развитию своего бизнеса, не просто сидите, а скажите, допустим, Олег, пойдем, мне здесь, вот, я не могу разобраться с этой программкой, да, как правило, мужчины, они, как бы, технически чуть-чуть другого соображения, да, и они вам подскажут, они вам помогут, и тогда им будет интереснее, не на поводу, да, а здесь с другой стороны, они вам будут помогать немножечко, чуть-чуть изначально, да, ну, а потом раз-раз и все, и в лапки вот. Едем дальше. У меня нет времени, у меня дети. Это вообще, знаете, просто-напросто что-то умопромолчительное, да, для чего вы в этом бизнесе? Многие говорят, что я не могу в этот бизнес прийти, потому что у меня здесь дети, а многие, пришедшие из нас с вами, да, они говорят, что я пришел в этот бизнес именно из-за детей. Я пришел в этот бизнес для того, чтобы своих детей сделать лучше, для того, чтобы показать им мне. Что вы сейчас делаете для своих детей? Да, вам ответили. У меня нет времени, у меня дети, да. Что ты делаешь для своего ребенка? Что ты? Я мою, стираю, там, вожу в садик, в детский садик, забираю со школы, из-за этого готовлю, уроки помогаю делать, там, пыль стираю, там, убираю, стираю, да. Все отлично, здорово. Ну, скажи мне, пожалуйста, если у тебя будет доход 3-5 тысяч долларов, как ты сможешь улучшить свое положение именно с детьми? С детьми, да. Ты можешь просто-напросто 300-500 долларов взять с этого бюджета и потратить на тетеньку, которая будет у тебя убирать, стирать, гладить, пыль полный, да, пылесосить, там, и кушать готовить. Можешь? Конечно же можешь запросто. Есть такие люди, есть такое, да, и у многих в мечтах у нас, у лидеров, делать то же самое, когда тебе просто-напросто освобождают от этой механической, рутинной работы. Но остальные деньги ты можешь потратить именно на то, чтобы развивать своих детей, для того, чтобы ездить с ними путешествием, для того, чтобы географию учить не по Атласу, не по тетрадкам, не по телевизору, да, там, по Дискавери, а именно ездить с ними в разные путешествия, съездить с ними в Диснейленд, свозить их в Париж, да, съездить с ними отдыхать и круто проводить время, покупать приставки там всякие, да. DVD, компьютеры, вот это, вот это вашим детям нужно. Что вы хотите им дать, да, что лучше будет, или то, или другое, ставьте на весы и посмотрите. У меня записано домработница, Татьяна записана домработница, по-моему, 80% этого, да, у нас даже записано свой собственный ресторан, для того, чтобы не ходить никуда, не готовить нигде, кушать, да, дома, садили в ресторан, не поели все, да, едем дальше. А еще и деньги приносит. Этот бизнес стоит делать именно ради детей, ради детей, чтобы показать им все и улучшить, улучшить эту жизнь. Вот, вот с такими вот возражениями мы сталкиваемся, да, это основные такие, основной акцент, к чему все скатывается, да, если мы, по сути, будем разбираться с каждым возражением, которое у нас приходит, да, то в той или иной степени они все сойдутся вот именно вот в эти вот три составляющих, три больших вот возражения, которые нам нужно с вами хорошо знать и ими варьировать, да. Если у человека, да, можно даже переводить их от князи в грязи, да, как ты хочешь свою жизнь, как у нас правило, мотивация идет не к чему-то, да, а от чего-то, да, хочешь ли ты, да, тебе не надоели свои кредиты, тебе не надоело ли платить там за ипотеку, там, вот это вот все без денег же, да, приходи к нам иди сюда, да. А что, его мыть надо, что ли? Холодильники сейчас вообще суперские. Вот. Главное, знаете, холодильник можно, главное, чтобы он был полный, вот. А может мне некогда его выгружать все время, у меня все лишь полный, полный, как мне его помыть. Вот. Вот с такими вот. У меня сегодня информация все, я передаю слово, не расходимся, я передаю слово Олесе, Олесе Широких. Мне это смешно, конечно, но вот это вот, знаете, я всегда, знаете, вот к таким возражениям я всегда отношусь, ну, со смехом просто, ладно, да. И я человеку задаю такой вопрос, извините, а вы моетесь, на который он мне отвечает? Конечно, моюсь. Я говорю, ну, у вас же есть деньги на гель, на шампунь, на это, мыло для рук? Есть? Нет, ну, это-то есть. Я вам больше другого ничего не говорю. У нас по условиям тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ, и все. И многие просто-напросто, когда они подумают, да, знаете, у многих Арифейн сочетается именно с косметикой, именно, знаете, с, как оно, с макияжем, да, тональной основе, там, помады, вот это вот. Но у нас очень большой ассортимент, и косметикой можно это не брать. А именно вот, для начала, человека научить пользоваться. Ну, все тогда, я с вами прощаюсь.